девчули всем огромный огромный приветик и хочу сказать сразу чтобы вы досмотрели ролик до конца потому что это видео два в одном здесь будет две работы нашим ноготочком приблизительно где-то месяц и старый материал я сегодня буду снимать керамической фрезой с двойной насечкой синий из красный видео не ускорено можно заметить что фреза достаточно очень очень острые эта фреза подойдет как для снятия гель-лака так и для геля для нарощенных ноготочков аппарат у меня приблизительно на 20 25 тысяч оборотов стараюсь снимать мягкими плавными и аккуратными движениями сверху вниз и кстати когда я делаю снятие то я в основном снимаю цветное покрытие поэтому я обязательно отодвигаю подушечки пальчиков чтобы не жгло фрезой если покрытие например несколько недель и она не сильно отросло то возле кутикулы я могу немножечко все-таки оставить покрытие и далее при маникюре уже алмазной фрезой убрать остатки и на этом этапе конечно же я убираю от слойки если они имеются в данном случае у нас на двух ручках пострадали средние пальчики ногти любители скручиваться и немножечко ломаться с торцов сейчас с формой я стараться особо не буду я просто хочу убрать остатки и излишки старого материала у нас было укрепление гелем а сегодня мы будем работать с базой обычно я снимаю полностью твердый материал перед нанесением мягкого но в данном случае у нас будет не очень мягкая база поэтому гель я не убираю на сто процентов да девчонки ура я наконец-то решила попробовать эту самую фрезу торнадо и перед любым маникюром я всегда приподнимаю пушером кутикулу дабы понять насколько я могу туда влезть торнадо фреза у меня с синей насечкой работаю я на 20 тысяч оборотов как многим известно работаю я в основном на реверсе поэтому аккуратненько стежковыми движениями слева направо я начинаю вычищать птерики не забываю проходиться в синусах в пазухах и шлифовать боковые валики скажу вам сразу что было очень непривычно работать такой фрезой и для данной клиентки для ее ручек эта фреза была достаточно жесткой потому что любым любой фрезой пламя с красной насечкой этой клиентки я могла сделать аппаратку где-то у нас на пальчиках уже кутикула попросту отлетела а осталось под кутикулой так скажем еще слой кутикулы поэтому я спокойно кусачками срезаю ее и да девчонки я возможно не всегда говорю умными за умными фразами в маникюрном нашем деле но я стараюсь донести до вас какую-то информацию очень доходчиво чтобы всем было понятно далее я обезжирила ногти и будем наносить бескислотный праймер от даккорда до сегодня будут все материалы от фирмы даккорда даю праймеру высохнуть около 15 секунд и наношу тонкий-тонкий слой базы делаю коридор для дальнейшего нашего выравнивания можно конечно обойтись без первого слоя и сразу взять большую капельку и растянуть по всему ноготочку выравнивание служит дополнительным укреплением поэтому девчонки в стрессовой зоне старайтесь нанести побольше базы на торцах возле кутикулы и боковых валиках я всегда очень мало база накладываю чтобы ногти не смотрелись как плюшки пирожки и выглядели эстетично это средний ноготочек мы сделали на нем тоже выравнивание запечатали торец и вот как в принципе у нас он выглядит повторюсь что ноготь очень сильно закручивается и я его сейчас хочу достроить подставила форму она у нас смотрит криво но это лишь для того чтобы сильного перехода под ногтем не было базу нанесла кстати хорошую капельку нет тоненькую и после просушки я обезжирила ногти и теперь перехожу к пилу да такое тоже можно делать так что девочки не бойтесь экспериментировать это база от даккорда в черном бутылечке на флаконе не написано какой она жесткости но по мне так у нее где-то среднее не мягкая и не твердая поэтому ей было очень удобно и комфортно нарастить так скажем и после того как я сделала опил кстати на всех ноготочках мы решили и выбрали цвет номер двести тридцать четыре на мое удивление это очень плотная пастель которая выкрасилась у меня в два слоя правую ручку мы отправили лампу с цветником а на левой я до сих пор подпиливаю средний пальчик здесь же я просто выложила больше параллель не наращивала при втором слое я уже отодвинула пушером кутикулу и по максимуму постаралась нанести под нее беру топ без липкого слоя в розовом бутылечки и наношу тонкий 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 слой мы будем делать втирку поэтому отправляю сушиться в лампу на 15 секунд достаю и быстро 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 начинаю втирать нашу втирку втирка это жемчужная супер качество в ней присутствует какой-то мелкий помол также и крупный делаю по 2 ноготочка и отправляю сушиться в лампу вместе с тиркой после чего опять же перекрыла топом без липкого слоя то есть вы 15 секунд посушили топ и начали втирать втирку далее обязательно нужно ее досушить то есть нам досушить топ чтобы втирка можно сказать приклеилась потому что топ сохнет все-таки полностью 30 секунд ну и вот собственно говоря что у нас получилось ногти мы сделали за полтора часа так что девчонки не обязательно пользоваться гелем главное иметь хорошую базу сколько-то отходило получается и две недели две недели мы видим что боковые валики сухие очень сейчас все обработаю сегодня будем кстати делать на фирме до корда также очень интересно сегодня попробовать снять старый материал тоже фрезой керамической но я никогда не пользовалась не пользовалась двойной насечкой синий красный что она прям очень быстро снимает сняли мой старый материал фрезами кстати очень понравилось и беру пилочку тоже кстати от до корда 180 на 240 и убираем чтобы отдыхать также остатки материала где я не подлезла потому что это покрытие две недели она еще не очень сильно отросло но не переходим к маникюру приподнимаю кутикулу немножко хотя тут ее в принципе нет но потереть и вычистить все равно нам необходимо с бумагами давить работает из-за этого ручки такие сухие удивительное что вообще особо нигде нет кутикулы но она есть на указательном поэтому я срезаю кутикулу только считай на указательном далее я буду шлифовать все после маникюра и путем на сейчас пример тоже нас от до корда он без кислотный давай руку уже чё-то нацепил на ноготь он по-моему без остаточный для корда рапер база средняя консистенция в принципе я думаю удобно будет ей работать наносим тонкий тонкий слой и берем капельку побольше ставлю в центр и тяну ближе кутикуле растягивая по всему ногтю обязательно после выравнивания не забываем перевернуть ручку мы сделали выравнивание сейчас будем делать покрытие цвет 323 полупрозрачный посмотрим как он нанесение это по типу как камуфляжика я его уже на выровненную поверхность наношу вот такой цвет у нас получился и будем перекрывать топом который с микро шиммером вот так красивую одну ручку мы уже покрыли вот последнюю крутой вот что у нас вышло красивую блестящие и сделали мы это за час ровно за час ну и на этом все девчонки всем огромнейшее спасибо что досмотрели этот ролик до конца надеюсь такие вам видео будут полезными ну и все всем пока пока пока